Добрый вечер! Начинаем новые врата. Врата пятые. Русский перевод. Посвящение наших дел. Может быть, сразу не так понятно, о чем речь идет. Надеюсь, в течение нашего занятия это прояснится. Посвящение наших дел. Мы можем посвятить наши дела. Вступление автора. Разъяснение нашей обязанности посвящать все наши дела Всевышнему и избегать угодничества. Уже чуть-чуть проясняется. Такое понятие называется ихуд амасе. То есть посвящать наши дела. Кому посвящать? Всевышнему посвящать. Говорит автор так. После того, как темой предыдущей части нашей книги была обязанность полагаться на Бога Влаславенова, то есть разбирали с вами упование на Бога, пришло время поговорить об обязанности посвящать Ему и лишь Ему одному все дела, совершенные нами, совершаемые нами при служении Ему. Ведь исполнение этой обязанности позволит очистить душу и сердце от примесей дурных мыслей и намерений, которые портят и губят наши дела. Что еще? Начинали врата четвертые, то есть врата, да и врата третьи даже, там тоже предупреждали. И занятия наши только для людей, которые соблюдают Тору и Митсвоб. Те, которые не соблюдают, которые хотят это услышать. Многие вещи, и тем более в этих вратах, покажутся очень, может быть, даже неуместными, а, скорее всего, просто непонятными. Просто надо знать, к кому мы обращаемся, к кому мы не обращаемся. Если мы говорили, что врата четвертые, касающиеся упования на Всевышнего, это чуть ли не вершина служения Всевышнему, это тот самый плод, который вера должна породить, человек должен жить с ощущением, что Турец постоянно с ним, то сейчас мы переходим к разбору более тонких вещей в служении Всевышнего. Сейчас мы переходим, как бы возвращаемся в третью главу, где речь шла о служении. И там разбирались все виды служения. А уже там упоминали это, что нужно все деяния посвящать Всевышнему. Каким образом, что за этим кроется, величие этого и так далее, мы начнем разбирать на этом занятии. В любом случае, даже для тех, кто соблюдает, тема эта сама по себе, ее не всегда касается. В каком-то смысле это высший пилотаж. Это те, кто уже доходит до этого, это действительно великие мудрецы и праведники. Что же нам, спросите, учите это. Вполне возможно, что в тот день, когда мы услышим это занятие, может быть, одно из деяний будет действительно сделано во имя Небес. Мы посвятим его Всевышнему. Но уже, по-видимому, хотя бы этого уже будет достаточно. Иди, знай, может быть, пробудится сердце наше отсюда и дальше, будет понято это. И тогда служение наше будет гораздо более полным и совершенным. Давайте снова поймем, о чем тут речь идет. О чем речь идет. Пришло время поговорить об обязанности посвящать Ему, лишь Ему одному, все дела, совершаемые нами, прислужения Ему. Все дела, совершаемые нами, прислужения Ему. Дальше придет определение. Будет первый раздел, и мы определим точно, что значит есть посвящение. Вот это вот Ихуда Масе. Что такое посвящение всех дел Богу? Забегая вперед, сразу скажем, это намерение, как видимое другими людьми, так и невидимое, в делах, связанных со служением Богу, во имя Него самого, исполнять волю лишь Его одного, но не желание сотворенное. Ну, чуть-чуть давайте покопаемся, просто поймем, что близим это к нашему пониманию. Что тут написано? Что от нас хотят? Что от нас хотят? Что от нас хотят? Давайте спрошу вас, что хочет жена от мужа? Может быть, будет понятнее. У нее список. Поженился, да? Да, 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 он поженился. Очень хорошо. Во-первых, на нее не смотри. Я даже не говорю больше этого. Нельзя на другую смотреть. А на кого даст смотреть? Смотри только на меня. Кем интересоваться? Мной? На кого обращать внимание? На меня, говорит жена. Не на маму, на меня. Кому прислушиваться? Ко мне не слушай своих друзей. Что она хочет? Она хочет. Смотри, мы с тобой поженились. Ты мне объяснялся в любви. Ты говорил, что ты меня любишь. А, ты меня любишь. Любовь – это всегда один. Обратили внимание, что перед тем, как мы говорим, прокламацию монотеизма, шмай, сраэль, послушай, народ Израиля, творец великий, он творец один. Он один. Бог один. Перед этим что идет? Объяснением любви. После этого сразу что идет? Ваавта – это шема локеха. И возлюбие – то же самое речь идет. Там он нас любит, а сейчас мы его должны любить. А посередине только можно, что он один. Любовь – это всегда один. Теперь, если один, что кого-то еще к этому присоединять? Нельзя. А интуиция женская не обманывает. Она действительно чувствует, что если ты меня любишь, значит, все твое внимание, все твои силы, все твои намерения должны быть направлены ко мне. Я твоя жена. Творец нас отворил. Наши отношения, в принципе, тоже уподоблены, как женик с невестой. Только тут уже наоборот. В принципе, сравнение надо было построить наоборот. А я просто сделал это так, чтобы было легче. Понятно, но в обратную сторону тоже работает. Муж тоже так же хочет, чтобы внимание жены было к нему, ее любовь только к ней, не дабы вообще в другую сторону. А вообще-то речи не идет, чтобы смотрела куда-то. И все, что связано с ее жизнью, в принципе, хорошая жена, а она, вся ее жизнь, это жизнь мужа. Она как бы посвящает себя мужу, по большому счету. Мы знаем о том, что соотношение между Творцом этого мира и Творением, между Богом и народом Израиля, это подобие мужа и жены. В каком-то смысле, да, это есть, это подобие. От жены, от народа Израиля требуется, в общем, и, как индивидуалов, от каждого из нас, требуется, и худа маосе, требуется, а, ты один-единственный, а, ты один-единственный. Значит, все, что связано с моим служением тобой, должно быть посвящено тебе, и только тебе, и никому другому. Все. А кто тут другой может появиться? Дальше будем разбирать, не будем забегать вперед. Намек. Естественно, что речь идет еще о тех времена, когда было идолопоклонство. Теперь мы полагаем о том, что идолопоклонства нет. Это самое большое заблуждение, которое есть. Сейчас оно в самой своей высшей форме существует. Разберем это дальше. То есть нам ни влево, ни вправо не надо смотреть, особенно влево, так как по-русски говорят. А что еще? Куда нас еще от этого? Что нас уводит от этого посвящения наших дел? Что уводит? Уводит, по-видимому, не только неправильное понимание мира, поэтому мы можем придавать каким-то силам автономию, полагая, что к нему можно молиться, обращаться и так далее. То, что мы назвали идолопоклонством. Но и то, что сидит изнутри человека. А что там внутри сидит? Там сидит его эго. Что такое эго? Я. Это я столько времени, сколько оно нормальных размеров. Сидит там спокойно. Дает жить. Но если оно только чуть-чуть распухшее, то есть чуть-чуть вышло за пределы нормы, то оно уже требует к себе чуть больше внимания. Оно уже чуть больше чувствительно. Оно уже чуть более зависимо. И тут мы входим в интересное описание, которое сразу же, прямо в видении Рабину Бахия нам говорит, послушайте, если вам удастся, если у вас получится посвятить свое служение Всевышнему, знаете, что вы получите? Исполнение этой обязанности позволит очистить душу и сердце от примесей дурных мыслей и намерений, портящих и губящих наши дела. То есть, явно очевидно, что все согласятся, что никто не захочет попортить и погубить свои дела. Но что ему поможет? Он говорит, послушайте, если у вас будет умение это направлять, свои деяния, как мы дальше поймем, речи, а как еще больше поймем, что это высший палатаж и мысли, то мы сможем очистить души и сердца, то есть разум и наши желания. А они там полны всего чего? Дурных мыслей и намерений. Мысли в голове, намерений в сердце. Надо это почистить, почистить, почистить. Многие из нас мечтают об этом. То есть человек, если просто так отвлеченно подумал, что бы мне хотелось, вот что-то такое духовного, чистого, святого, фью, как только об этом думаем. Помыться, просто помыться. С мылом, желательно, с щеткой такой, такой железной. Все отодрать, эту всю грязь. Запачкать, что делать? Очистить душу и сердце. А от примести дурных мыслей. И намерений, прям желаний, так сказать, сделать то, сделай это. Они все, которые портят и губят наши дела. Это одно. Что еще? Избежать привычки приукрашивать себя и свои деяния перед другими людьми, ведущими к угодничеству перед ними и к листимым холебным речам. То есть есть еще одна большая проблема, от которой мы можем избавиться, если только мы научимся посвящать наши свои дела Всевышнему. То же самое эго, то же самое распухшее я, оно требует себе чуть большего внимания. Человек думает, что он недостаточно его получил. Поэтому что он ищет? Он привыкает постепенно представлять себя, называется, в выгодном свете. Вот он тут так сделал, тут он сделал такое хорошее дело, там вот до часа ночи кому-то помогал, это было до 11. Тут он, так сказать, он, я знаю, там подымал кому-то, что там практически ничего не делал, только следил за этим. Приукрашивать свои деяния перед другими людьми. То есть показать себя с хорошей стороны. Как помню, одна же, один человек прямо при мне сказал о том, что, знаете, у него был наш знаменитый день рождения, значит, он и все сидели, ели, естественно, он тоже встал и говорит, что вы едите? Что собрались поесть? Себя не похвалишь, никто не похвалит. И полчаса объяснил всем, насколько он достоин похвалы. Это прямо ведущий к угодничеству. То есть это называется приукрашивать себя и свои деяния перед другими людьми, ведущими к угодничеству перед ними. И к элистинам хвалебного реча. То есть, с одной стороны, человек, он захочет к себе внимания, и тогда он будет приукрашивать себя, а с другой стороны, он так же по себе и понимает других. Ну, по-видимому, тоже надо, значит, его тоже надо так же или то ли приукрасить его, льстить другим людям, что и то вредно, и это вредно, и то, и другое оно разрушительно для человека. Итак, что хочет нам сказать Рабейну Бахе о том, что нужно свои деяния направлять, как он тут говорит, только и лишь ему одному, все дела совершены нами при служении. Все. Все. Все должно быть для Бога. Акола, адонаколь, как перевели на русском языке. Все для властителя всего. Это знаменитая книга. И который описывает историю одного еврея, соблюдающего, который приехал в Америку, который там прошел огромные испытания. И всю свою жизнь, в принципе, он посвятил, там он хотел соблюдать митцвот, поэтому он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы не отойти ни вправо, ни влево, ни на миллиметр от соблюдения еврейского закона. И как Адон Бархов в конце отплатил ему за все. Это то, что имеется в виду, посвящение наших дел. Все должно быть во имя Творца. Все. 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 В принципе, в идеале человек идет... Речь не идет только о митцвот. Помните, мы же говорили в «Третьем вратах» о том, что кроме того, что есть повеления, 613 заповедей, которые мы знаем, слышали, выполняем, но они не занимают у нас практически время. Редко мы достаиваемся посвятить себя, свое время, вот выполнению митцвы и стары. А все остальное время, что это такое? Да, но не туда, а не сюда. Какая-то зона такая непонятная, это человек спит, человек ест, человек там... Что происходит? Он идет куда-то... Разобрали там о том, что нету этой зоны нейтральной. Все. Или человек... Или это находится в рамках повеления, митцвы, то ли это в рамках нарушения. Это нарушение, которое есть. Любое все, что человек делает. Поэтому, если он спит, он может спать с намерением в имени Всевышнего. Он ест. То же самое с понаверением. На иврите мы знаем, если выражение очень четко ясное, «лишем шамаем». Что все деяния наши были, они в имени Бес. Вот так мы это называем. Тут перевели, как бы, должно быть посвящено Всевышнему. Продолжает Равейну Баха и говорит так. В связи с нашей темой, то есть посвящением наших дел, одному только Богу, следует разъяснить шесть вещей. Ну, он как. По пути своему выстраивают очень ясную методическую картину изучения темы. Как вообще надо подходить? В принципе, надо учить, как анализировать любую тему. Если кто внимателен, то увидит о том, что и так же начались обрата четвертые, и так же третий, по-моему, даже вторые точно так же начались. То есть каждый раз он быстро обаит план, говорит заранее нам, «Знаете же, мы пойдем по такому-то плану». Естественно, как это делается? Очень интересно просто поучить методику. Вначале надо понять, какова цель. Верно? Просто это разум обязывает. А после этого, если есть цель, значит, надо, чтобы были средства достижения этой цели. Ну, после этого есть вещи, которые могут нам помешать достичь этой цели. Значит, нужно нам это разобрать. Что может помешать? Надо поставить этому диагноз. Ну, кто занимается лечением, знает о том, что один от одного диагноза, и тем более больные это знают. Больной не вылечится, значит, нужно и лечение прописать, надо знать, что вылечит, и так далее. Идет один за другим. И вот он. Давайте разберем. В связи с нашей темой посвящениям наших дел одному только Богу следует разъяснить шесть вещей. Первое. Что означает это посвящение? Давайте разберем, поймем, что это значит, чтобы наметить себе цель. Второе. Как оно достигается? Средством чего? Третье. На какие из наших дел распространяется обязанность посвящать их Богу? О, теперь это уже, когда мы обозначили цель, теперь надо ее конкретизировать. Конкретно, где она? Тут находится, тут, 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 где, 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 на кого мы это направим? Четвертое. Касается помехи, препятствия на этом пути. Что нам может помешать? Давайте поставим диагноз. Пятое. Как устранить упомянутые препятствия? То есть, вот вам лечение, да? Как надо, если заболеем, как мы вылечимся? Шестая. О том, что человек должен быть осторожным в своих мыслях, остерегаться дурного в них и властвовать над ними. О, тут уже вообще высший пилотаж, это самый высший уровень, это последняя глава, разберем ее, и о том, в какой степени человек должен быть осторожен в своих мыслях, остерегаться дурного в них и властвовать над ними. То есть, у нас, может быть, наша мечта, фантазия долетит до желания контролировать свою речь. Почему? Потому что мы знаем, кто не контролирует свою речь, он себе копает просто яму. все проблемы, давайте не скажем, не все, но большинство проблем мы порождаем сами себе. Чем? Своей несдержанностью, своим неумением, когда нужно сказать, сказать, когда нужно молчать, молчать. Теперь, а если уже говорить, надо знать, что говорить, оказывается, не только что говорить, а еще и как говорить. Контроль над речью практически обеспечивает нам какое-то просто, я знаю, назовем это спокойную жизнь. Отсутствие контроля полный, это просто ад, который мы сами себе создали. Создали никто другой. Ну, это, скажите, кто-то мечтает вообще, что можно контролировать все мысли. Оказывается, не только можно, ведь кто хочет жить еврейской жизнью, по-настоящему. Это нужно. Нужно. То есть, это можно. Нужно, можно. Видите, как будем тоже разбирать это и контролем мыслями. Так, нам намечен план. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Согласно этому, у нас будет шесть разделов вот в этих вратах. И мы будем стараться их пройти, может быть, не так, подробно, как предыдущие врата, потому что предыдущие врата непосредственно нас касаются. Снова врата, которые мы изучали, упование на Всевышнего, это естественная жизнь. Кто-то ее не постигает, это не о чем говорить. Это не медата хасидут, это не это некая форма, в которой мы скажем, да, да, это надо знать, вот хорошо бы было бы, если бы мы бы когда... Не, не, это не так. То, что мы изучали, это непосредственно то, что касается нашей жизни. Хотим жить еврейской жизнью? Мы должны жить упованием на Всевышнего. Теперь. То, что касается Худама Асея, отсюда и начинается. Это уже более высокий уровень. Если даже мы, как дальше прояснится, не соблюли это в полном мере, тем не менее, но при этом мы уповаем на Всевышнего, предположим, да, предположим, то это, тем не менее, это тоже мы не выходим за рамки даже, можем сказать, определенного уровня праведности. Итак, раздел первый, как пообещали, определение, что есть Ихудама Асея, что есть посвящение наших дел. Итак, что же такое посвящение своих дел Богу? Определение. Это намерение. Даже не продолжим дальше читать. Остановимся. это намерение кавана, намерение. Где намерение находится? В теле? Нет. А? Она находится только в разуме человека. То есть, это даже не в желании его, не в сердце, обратите внимание, а находится где, это находится в высокий уровень, поэтому высокий уровень. Это находится в разуме человека. Намерение. С каким намерением человек делает? Смотрите, многие скажут о том, что, смотрите, я такое вообще слова не совсем понимаю, о чем вы говорите, я никогда ничего практически с намерением не делаю. То есть, он не признается, что он без головы. Так и говорят. Там, там, в былые времена не стеснялись, без головы, па-па-па-па-па, без головы. Без намерения. Иногда слышно слово намерение, сказать, я не хотел наступать на тебя, не хотел тебе поломать, не знаю, там, витрину. Намерения я это не имел. То есть, люди вообще живут без намерения. Резкая жизнь, она обязывает нас иметь намерение. Говорит о том, что нельзя жить без намерения. Надо только иметь правильное намерение. Надо иметь правильное намерение. Вся проблема, что когда мы говорим о том, что нет намерения, имеется в виду, что нет намерения, которое разум обязывает, которое разум анализирует, взвешивает и устанавливает нам. А что да, есть? Этого нету. А что да, есть? А есть, сейчас мы поймем, а есть много других, что заполняет наш разум. В тот же момент, когда мы это делаем. В тот же момент, когда это мы делаем. Так, давайте снова вернемся. Что же такое посвящение своих дел Богу? Это намерение, как видимое другими людьми, так и невидимое в делах, связанных со служением Богу во имя Него самого, исполнять волю лишь Его одного, но не желание сотворенных. Ой, проясним, надо это определение, еще раз, еще раз определение. Итак, мы поняли, что это намерение, амерение находится в разуме человека. Теперь, оно, как видимое другими людьми, что значит, видимое намерение, которое в голове, которое, это можно видеть? Еще как можно видеть? Еще как можно видеть? Человек помог кому-то, ну, предположим, помог, да, ну, так это он сделал, вот так сказать, без головы, без намерения, но видно, что его действия, действия, оно, выявляет, что у него было какое-то намерение, что было намерение, скажем, человек молится. И, как мне сейчас рассказали интересную историю, о том, что один папа был, выдавал свою дочку замуж, и у него было сомнение по поводу жениха, и он не был уверен, так сказать, есть у него намерение в страхе, есть у него страх перед Богом, да, или нет. Важная вещь, наверное, которая она есть. И, так он пошел молиться на Котель, в стене плача, чтобы, Гадошбарху снял с него это сомнение. Когда он закончил молитву, то он заметил, что этот парень стоит прямо около него. Теперь он думал, что он закончит молитву, и может, сказать, а он ее не закончил, он еще, так сказать, еще 10 минут, он стоял и молился. Он настолько поразился, он говорит, что я подозревал, называется, кошерного человека. Это наоборот, что мы видим, получается, что по тому, как он молился, как он временем сколько занялось, мы видим, что то, что видно другим людям, не на 100%, нет этого, мы не знаем, что внутри, но тем не менее, скажем, на 99%, мы можем быть уверены, что деяние человека выдает его намерения. Поэтому так и сказано тут, как видимое другими людьми, так и невидимое. В основном, все наши намерения, они невидимые, только мы, и сам Бог знает, может, иногда говорят жена, знает, что именно мы намереваемся. Во всех делах, связанных со служением Богу, все во имя Его. Есть фраза, называется, так мы говорим, во всех путях своих, во всех твоих путях, на всех твоих путях, познай Бога. Надо познай Бога. То есть, а что за пути? А пути, то ли ты соблюдаешь непосредственно митцву, повеление Бога, сидишь, учишь Его святую Тору, то ли ты живешь просто жизнью, ты спишь, ешь, идешь, говоришь. Во всех путях, неважно, где ты находишься, ты должен быть вместе с Богом, никогда не должен оставаться у Него. Нет такого, чтобы, как в мире принято. Понимаете, в мире принято, что человеком, кроме его личного желания, наслаждения и внимания, чтобы он получил, его ничего другого не интересует, его ничего другого не направляет в этом мире. Нет других намерений, кроме этого. То есть, если мы прокрутим в голове в конце «А это для чего?» «А это для чего?» «А это для чего?» «То там в конце будет только одно из двух». Только будет одно из двух. Или это будет для того, что «А это вкусно?» И дальше уже не надо спрашивать. Это доставляет мне удовольствие, так скажем, это доставляет мне наслаждение. Это один ответ. А второе связано с болью, а это почему ты делаешь? Это почему? Это почему? Это почему? всегда дойдете снова до тупик что там в конце а я крутой а мне это вот а то есть все или кого или почесть и уважение который сказать человек стремится к нему или удовольствие телесное которое есть это слепое качество это слепое качество они не знают почему они толкают человека к этому человек не знаю почему него даже это есть не принята безголовость полна поэтому поэтому вот вот такой подход видите это антитеза тому что тут написано это тут наоборот надо чтобы 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 мы даже в таких вещах которые дают нам удовольствие наслаждение в жизни телесные которые их направляли имели в этом намерение чтобы голова даже в этом направляла нас и тем более то что связано с стремление к уважению получить от других людей почести от них тут тоже это тоже важно очень очень подчеркнуть смотрите есть мы это будем говорить это наша тема очень центрально очень важно будем говорить с ней неоднократно это человек это существо социально оно зависимо от других людей более того он 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 во многом устанавливает свою жизнь не сам по себе а что называется что люди подумают что люди подумают и по большому счету человек мог бы жить какой-то в палатке раскладушка палатка особенно такие мужики которые вообще ничего не нужно не нужно сказать есть не нужно все это не наш не могу смотрите смотрите уравриновича вари как устроились а это абрамович и так а я что я что же не могу я же не могу рассказать лицом как говорят упасть в грязь лицом упасть не могу поэтому получается что многие вещи человек он он делает только из-за того что а что люди скажут как зависим из люди смотрю он он сказал сразу смотрит как а как отреагировали все это на как мы говорят в русском показуха произвести впечатление называется надо произвести то есть получается человек устраивать совершили зависимости от того что они у подумают теперь ведь это же ловушка это страшная ловушка получается что у человека нет мнения о самом себе его мнение но выстраивается исключительно того что они у люди подумают я представьте себе что люди у него хорошо думают а отлично идет как на крыльях а это принципе было просто лестница который то говорили сказать и это ему как раздули его эти минают эти акции раздули в акции сейчас будет это бывает это пузырь который сейчас лопнет и вся вся биржа упадет очень сильно будет его очень больно будет а другая возможность о том что за его его ну не совсем ценят не совсем лестно о нем отзывается все что с человеком происходит полное разрушение смотришь на него вообще не живет депрессия все кто не любит не ценят зависимые страшно зависим что она скажет что нас подумать что то есть видите что тут сказано чей должен быть научиться быть один 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 бог один человек должен быть один к нам и говорит один имеется ввиду только с богом одним это же пара человек сам себе не существует поэтому не должен быть зависим ни от кого ни от того что люди скажут ни от того что они о нем думают ни от того как это не должно быть это большая беда наш сколько много недоразумений сколько страданий исходит для того что мы 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 никогда даже не думали о том что надо выстроить свою жизнь в полной независимости от мнения других людей нужны знать ценность самого себя надо знать свои недостатки надо знать свои достоинства от недостатков не падать в омур от своих достоинств не приходить в уфору всего лишь на все не быть зависим ни от кого вот это то что тут сказано исполнять волю лишь его одного но не желание сотворенных но не то что сказать и своего и царь естественно тоже своих дурных намерений которые они есть это то что тут определяется человек должен не быть зависим ни от кого только от бога вот это это явление этой социальной зависимости что человек живет среди людей и он смотрит справа смотрит лево что это скажет что это кстати кстати только только у человека такое есть мы например язык с кошачьей не знаем но скорее всего кошка не интересуется что другая кошка не думает у собак то же самое но вряд ли вряд ли это сказать они там коровы или бык они 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 свое поведение не устанавливают зависимости от того что сказать другая собака о нем подумает только у человека такой есть эти только у человека такой итак определение посвящение что это посвящение своих дел богу это намерение как видимые другими людьми так и невидимые в делах связаны со служением богу в имя него самого исполнять волю лишь его одного да это снова 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 подчеркнем на это душем это вступление это это раздел 1 о том что все деяния которые человек делает чтобы не делал как бы они делал он должен посвящать и творцу служению богу во имя него и только исполнять волю лишь его одного да дальше мы это снова будем разбирать подробнее скажем еще раз еще раз еще раз имеется ввиду о том что то самый самому форму формулировку скажем которые мы слышали вот раф исхака зильбера слышали вот его сына на 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 эспаде на траурной эспаде траурной церемонии которая была когда он сказал о том что всю жизнь его величие было в чем он всегда спрашивал во всех ситуациях жизненных один единственный вопрос что бог хочет от меня вот вам и худо массы вход вам не надо больше других определений вот это точное определение что значит посвящение своих дел богу всего лишь навсего надо спросить у него что ты от меня хочешь и сделать естественно то что то что бог хочет а то что не сам человеке его турное начало и обязывает это определение раздел 1 там из вами завершили это определить теперь давайте придем ко второму разделу и каким же образом следует посвящать свои дела богу и только ему одному то есть у нас сейчас определили цель давайте посмотрим на средства говорит он так есть десять предварительных условий о когда они существуются в сердце человека ему станет ясно что не является основной основа его служение корнями водил только тогда посвящение его дел богу обретет полноту и совершенность и не будет они делаться во имя чего-то иного и не будет человеку уповать ни на кого другого кроме бога и не будет устремлен своих делах на исполнение нищей иной воли кроме его он говорит а что может нас привести к этой цели он говорит есть десять предварительных условий это 10 это не просто с предварительных условий что условие 10 предварительных условий что условие это значит что если это соблюдается один два три десять то там в конце человек доходит до и желаемого желаемой цели какая цель посвящение наших дел только всевышним как не дойти будет смотрите надо постепенно ступень за ступенькой башня это целая башня где выстраивается там конечном итоге мы приходим к к умению посвящению наших дел то есть мы должны что-то усвоить уже до этого это о чем он говорит что надо усвоить только так смотрите в принципе мы можем наскоком тоже попробовать час слушали занятия вышли вышли на на улицу и сказать лишь ими и худ куча брюху вышкинте витовска скажем с надо с намерением по это раз пошли купили пиццу поели тоже хорошо это тоже так может быть это но если мы хотим что это как должно быть и как положено быть как 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 то тут тяжелая работа насколько ничего не получается на чек услышал вот об этом и говорим это не для людей которые знать им что-то индия принц я понравился давай попробую что давай попробую это все духовно это вещь очень-очень опасно рассказывал вам не помню упоминал тут или нет один человек услышала что вот важно лишь морай наем да что нужно мужчина должен хранить глаза он пишет я преуспел в этом у меня получилось а не молодой 30 лет я потерял полностью какое-либо желание к своей жизни вы хотите заскочить на какой-то на какой-то уровень духовной работы без понимания того чем это как это связано с другими частями человеческой души и сил которые у нас есть это все духовно это вещь опасно надо знать как это делать нас уже точно определено что что сунам лестница которая ведет небеса лестница ступень за ступень нельзя я пересек поэтому заскоком у нас не получится только упасть можно и же себя расшибить что-то а тут вот видите сказано хотим чтобы это посвящение было полное и завершенное то есть совершенное все это было надо вот 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 сейчас мы разберемся на этих 10 10 условий первое из этих условий принятие всем сердцем единства бога которым шла речь первой части книги сейчас мы только начнем понимать почему эта книга выстроена именно в таком порядке таком образом постепенно постепенно они в другом а не в другом первое из этих условий принятие всем сердце единства бога помните чего мы начались первый шар и художья первые врата были это единственно всевышний там и говорили о доказательстве существования то это творца о единстве его чтобы человек разума понял осознал чтобы это было что-то устойчиво его его сознание его душе есть бог и он иди это посылка если этого не будет вообще ни о чем говорить если мы говорим о единстве и говорим и посвящение дела только богу условия первое которое есть что блоки и не только есть он един иначе для чего же если он не един зачем он только ему одному посвящать продолжим их 2 тогда уже можно уже это сказать без этого посвящения тут уже можно и тому и тому по выбору значит должно быть и есть и один это первое условие второе условие умение беде благо не спасло неспосылаемые богом человеку и постоянство его в этом согласно тому о чем говорилось во второй части этой книги помните шарапхина врата познания это было авторы вратам то что мы с вами учили как увидеть как бы присутствие творца в этом мире второе условие увидев все эти блага за сколько творец дает нам все это без этого тоже ничего не будет если мы не не будем видеть этого блага никогда не сможем пробудить себе не как он объясняет чувство возвращения добра ему и не чувство любви в конечном итоге и естественно как мы говорили нет это любви то нет это чувство единства что он есть понятие 111 третье условие принятие на себе служение богу о чем шло речь в третьей части видите все по порядку для этого надо было учить первые врата вторые врата 3 врата 3 врата нашла речь о и о служении всевышнему то есть надо теперь естественно что если человек вообще он не понимает что нужно служить узнать есть будто вот проявление есть все нормально но я еврей в сердце называется я не надо ничего выполнять тоже не даже не начинается возможность осуществления вот этого посвящения а число и нужно чего условия чтобы он служил чтобы он непосредственно выполнял исполнял повеление которые творец нам заповедовали другими словами не делать одолжение богу не надо сказать делал выполнять выполнять то что он повелевает это третье условие четвертое условие осознание того что можно полагаться только на бога но не на сотворенные это мы где изучали вот предыдущим вратах предыдущих тема упования она была разобрана о том что упование но может быть только на как у нас говорят на бога ни одного ни на кого другом ни на себя ни на других людей ни на ум ни на силу ни красоту ни на ни на что пятое условие вера человека в том что ни одно творение им состояние принести ему пользу или ущерб без повеления бога то эта тема очень очень непростая уже разбирали ее каким образом это вообще может осуществиться как это вообще происходит это непростая тема я должен жить с ощущением о том что ничего что с ним и не происходит ни пользы ни ущерб не происходит без повеления это называется ашгахат ашем называется провидение всевышнего это тоже одно из условий один из 13 составляющих это одни из 13 в принципов и иудаизма когда сформулируем рамбам это же знать все что человеком уже произошло произошло не могло бы не произойти без его кто-то его обокрал тут упал стукнулся зната болит не знаю там там случилось что-то попал куда-то или наоборот там выиграл или или ли там удостоился или его там продвинули и а то ли в эту сторону то ли в другую все от всевышнего все 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 естественно что мы говорили человек все что он удостаивается присваивать себе а то что ты сказать нехорошие он сразу винит бога но на самом деле тут одна картина должна быть если бог тот который вроде как тебе насолил но тебе тот который нас на насладит это и другой от него ни одно творение не в состоянии принести ему пользу или ущерб без позволения бога никто не приносит ему пользу не работодатель дает им и деньги зарплату платят платит бог а через работодателя это проходит не какой-то знаю там там хулиган какой-то террорист его там чуть ли не пристукнул это не он он только называется посредник длинная рука самого бога ничего не пользу не ущерб без позволения бога это 5 условия с этим надо жить если сейчас этим не живет пить это одной из составляющих этой этой башни там наверху который и будет и умение посвящать свои дела все но для этого нужно ведь это соблюсти это пятое слове вера человека в то что ни одно творение не в состоянии принести ему пользу или ущерб без позволения бога шестое условие в том чтобы человеку было безразлично хвалят его другие люди или осуждают это уже это уже это уже ведь он это поставил уже видите к тут уже в качестве условия интересно да то есть действительно сильно это должно быть условия потому что если человеку очень очень важно и очень небезразлично хвалят его люди или обсуждают то он будет вечно зависим от них и точно уже никакой худо маусе никакого посвящения он не может это делать очевидно хвалят у другие люди или обсуждают то это 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 тема сабаба себе на дальше тоже будет обсуждаться надо знать надо знать это очень очень важно чем меньше упование на бога тем больше зависимости от других людей что люди скажут как я в их глазах что они бы мне подумали только чтобы не 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 вообразили о том что вообще человек должен быть настолько независим мнение людей чтобы он должен что хочу то и делаю не это имеется ввиду вы не было другая крайность понимания один большой человек спросил раввеля жива один большой и шляпа она уже такая старая такая знаете такая уже ну старая шляпа уже совсем старая шляпа он спросил стоит мне вообще ее поменять не стоит поменять знаете вопрос или отрав ответил на уровень ашива о том что смотри в принципе если тебе это не мешает не надо меня человек может ходить как ему но если уже люди начали говорить об этом то по-видимому надо поменять почему а тут уже вступает в роли совершенно другие уже как бы компоненты скромность скромность это не то что мы думаем скромность это том что вот искать и нужно не оголять себя и в этом только проявляется скромность скромность по сути да то что называется слова цниюта это не выделяться не выделяться не в ту или в другую сторону не выделяться о том что она одеться как петух и и и ходить тут красное этот зеленый и тут еще и желтая ну как светофор так сказать все его видят все напрямую а другой стороны не начать быть таким знаете уже отрешенным совершенно на которое тоже притягивает свое внимание потому что все его смотрят смотреть смотрите на него или ходить настолько закутанной вокруг себя 10 шали не знаю вокруг 10 этих платков и не знаю такое чтобы было так так скромно так женщина ходит скромно что все они могут от нее отвести глаза это тоже не скромность что мы то есть не чтобы не было это что люди скажут только имеется ввиду одно единственное мы не должны быть зависимы внутри души нашей когда мы должны выполнить что-либо во имя бога это не должно нам мешать тогда мы должны быть полностью независимы нам нужно быть безразлично хвалят нас другие люди или осуждают мы хорошие мы плохие вот это я сделал правильный поступок неправильный поступок стоит меня за меня за него хвалить или стоит меня его обсуждать это я сам должен знать это не должно быть зависимо от других людей сказали не сказали на замешать какая разница должно это должно быть так должно быть человек должен быть независимый совершенно других людей но опять же таки даже у этого есть граница как мы сказали то есть тогда когда это приводит к тому что он выделяется или будут нем говорить или он например раб да он скажем у него какой-то есть титул наоборот у нас там у диска на что раввин должен ходить без пятен даже не было вообще разных смыслах чтобы не было пятен и чтобы его он должен быть аккуратно одеться не чтобы не 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 выделяться и чтобы был не был неряшливый был всегда где-то дед хорошо чисто это шестое условие седьмое условие отказ от привычки приукрашивать себя и свои дела перед другими людьми он видит снова зависимость от других людей снова как мы сказали распухшее эго что требует обратите внимание на меня может быть вы недостаточно меня цените может быть вы еще вы не подумали о том кто я и есть на самом деле так я вам расскажу я намекну вам его человек видите приукрашивает себя свои дела вот подобная привычка на также не позволяет человеку посвящать свои деяния только от богу почему потому что в текает к этому причастны теперь и вот другое желание вот приукрашивать себя перед другими людьми это седьмое условие восьмое условие в том чтобы он освобождал свое сердце отдела этого мира в то время когда он трудится ради будущего мира освобождал свое сердце отдел этого мира в тонир труд marinade мы еще ведь это уже очень высокой условии Очень-очень высокое слово. Где мы его видим? В самом наиболее яркой форме. Во время молитвы. Да, все, кто не молится, не знает, о чем речь идет. Кто молится, знает, насколько это тяжелый труд. В чем состоит? Освободить свое сердце от дел этого мира. Человек идет молиться. Фу, у него столько дел. А посередине работы. А голова крутится. Пойди туда, надо успеть. Тут банк, на химчистке, еще куда. Туда-сюда пошел, купить. Жена сказала, купить. И еще много. И посередине молиться. Как освободиться от этих мыслей, которые мешают человеку? Он говорит, это тоже условие. В каком-то смысле о том, чтобы человек освобождал свое сердце от дел этого мира. В то время, когда он трудится ради будущего мира. Человек сидит и учится. Должен только учиться. Человек молится. Он должен быть сосредоточен только на молитве. Девятое условие. Девятое условие. Страх перед Богом и стыд перед ним. Видите, мы идем еще выше, еще выше, еще выше. Видите, сколько много условий. Видите, где находится высоко вот это посвящение наших дел. Страх перед Богом. Чтобы у нас был страх. А где страх проверяется, стыд перед ним. Снова среди людей? Вовсе нет. Когда человек один. Когда человек один, остался сам один, сам собой. Закрыл дверь, и никого нет. Ну, что ты делаешь-то? В туалете, я прошу прощения. Что ты там делаешь? Если человек пробуждается, что-то стыдно, пробуждается стыд. Значит, есть у него богобоязненность. Не пробуждается вообще никакой стыд. Значит, страх перед Богом нет. Это девятое условие. Очень-очень высокое. Очень-очень высокое. Десятое условие в том, чтобы человек советовался со своим разумом по поводу всех тех идей и размышлений, которые пробуждают в нем дурное пробуждение, и принимал советы разума, а не его советы. Вай-вай-вай-вай-вай. Это условие, на Ташем тоже будем его разбирать, необыкновенно важное. Оно, кажется, уже причастно нам, на первый взгляд. Но на самом деле, видите, его поместили в самый конец. Настолько сложно до него добраться. Как мы его назовем другими словами, дадим ему определение, назовем это торжество разума. Победа разума. Не знаю, зовите как угодно. Это высший пилотаж. Человек советовался со своим разумом по поводу всех тех идей и размышлений, которые пробуждают в нем дурное пробуждение. Дурное пробуждение, как тут сказано, ецарара, дурное начало, оно толкает человека все время к чему-то необдуманному, импульсивному. Пшш, ах, туда, сюда. В принципе, любая мысль, которая приходит человеку моментально, это от ецарара, это от дурного побуждения. Дурного начало. Редкие люди. Говорят про Равшаха, известно, о чем о нем говорили. О нем говорили, еще Стайплер говорил о нем, Рабимир Брис говорил о том, что идите, хотите знать мнение, пойдите спросите Равшаха. Первое, что он скажет, это мнение Торы. Почему? Потому что это редчайший человек, один в члене поколения, который живет только Торы. Поэтому его реакция первая, вот эта первая импульсивная реакция, это импульстор. А мы люди, которые, у нас все наоборот. А у нас первая реакция вот этого, она всегда будет от ецарара. Всегда от дурного начала человека. Все от него идет. Тут нет торжества разума. Тут торжество вот этого дурного побуждения. А человек, как тут сказано, условия, которые он должен прийти к тому, что разум торжествует во всем. Тут даже техника очень простая. Приучить себя, каждый раз спрашивать. И то, что спрашивал Раб Ицфор, а что Бог от меня сейчас хочет? Известно, что Хавацхайм всегда говорил с собой. Он говорил с самим собой. И вообще это поведение многих правильников. Они говорили с самим собой. Все время говорили не с самим собой, они говорили с Богом. Все время как бы спрашивали его совета, спрашивали его разрешения. Как только спросишь, то вот этот Бог, вот этот ецарара, он как бы пугается и убегает. Оставляет человека. Дает ему возможность, чтобы разум что-то решил. Поехать, сделать, сказать. Спросить себя. Это то, что действительно Бог хочет, то есть разум обязывает. Или это то, что дурное побуждение толкает тебя. Кто удостаивается этому? Удостаивается вообще все блага. Это десятое условие. Очень высокое. И кто, видите, удостоится этому? Удостоится и посвящение своих дел. Теперь мы замкнули весь круг. Помните, с чего мы начали? Что определение посвящения – это намерение. Где намерение? В разуме. Ага. Какое десятое условие? Контроль разума над всем остальным. Если без этого нет контроля разума, то какое же намерение? С каким намерением мы собираемся служить Всевышним? Ну, надеюсь, тема, по крайней мере, введение этого прояснена. Раташе. Продолжим наше занятие в следующий раз. Секундочку, есть еще тут вопросы. Вижу. Спрашивает вопрос. Скажите, эти десять условий, нет ли здесь параллелей с лестницей Якова, которую он видел во сне? Могут ли эти десять условия, как дети ступени этой лестницы? Ответ о том, что параллель с лестницей Якова, она очевидна. И не только тут. Это не построено по... Там их не... По мидрашам их не было десять ступеней. Там было гораздо больше. Не будем входить в эту тему. Она тема сама по себе. А в принципе, любое восхождение человека в духовной жизни, она уподавливается лестницей Якова. В первую очередь, имеется в виду, лестница как лестница, идет лестница за лестницей. То есть, не прыгать через нее, а идти одну за другой. Сколько же их там? Как их разбирать? Видите, под разным ракурсом это получается разное количество этих лестниц. Еще спрашивают вопрос. Не смогли вы вы уточнить? Третье правило. Что вы имели в виду? Не делать ему одолжение, а просто исполнять. Имеется в виду действительно, что тут сказано, принятие на себе служения Богу во всем. Что значит принятие себе служения? А служение, оно должно быть, как вы объясняли, всем сердцем, чтобы это сказано, рахмана, либо бой. Что хочет Бог? Он хочет сердца нашего. Что в сердце? Желание. Он хочет, чтобы у нас было свое желание служить. То есть, мы не делали одолжение, что мы идем молиться, и не делаем кому-то одолжение, что мы учимся, чтобы мы выполняли это как свое желание. Кстати, этот вопрос, он очень-очень-очень актуальный. Очень-очень актуальный. Однократно приходится получать письма от людей, которые очень жалуются на свою религиозную участь. Ой, как тяжело. Женщины жалуются, что им надо носить эти парики, или головной убор, то ли жарко. И потом начинают искать, как вот эти, находят женщин, которые трудно развести, с мужьями. Видите, как плохо у вас. И начинается, то есть, они религиозные, религиозные при этом. И вот, и с молитвой нужно столько-то. И вот это тяжело. А это надо долго. А это куда-то... Вы что, одолжение кому-то делаете? Кому вы делаете одолжение? Служение Всевышнему. Это не одолжение. А что это такое? Это личное желание. Об этом сказано было в третьем условии. Всего доброго. Привет из Руссии.